Сегодня в день памяти преподобного Алексея Человека Божия митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл прибыл в село Новоалексеевское, чтобы совершить праздничное богослужение в местном храме, освященном именем этого подвижника. Первое название деревни «Новые решеты» жители единодушно изменили на Новоалексеевское, когда здесь была заложена церковь в честь святого Алексея Человека Божия. Тогда, в 1847 году, народ относился к традициям веры с большим уважением. Но после разрушения церкви долгое время сельчанам негде было молиться, пока уже в наше время отец Александр Оржанников не положил начало новому приходу в бывшем домике геолога-разведки. Сейчас же в Новоалексеевском уже есть новая церковь, выстроенная трудами священника Дмитрия Шестакова, который начинал доброе дело, будучи еще мирянином. Очень добрый оказался. Вот такая семища его построил, такой нам храм. Мы ему очень рады. Нас так тянет в этот храм. Молодежь притянулись, у нас была очень сильная воскресная школа. В день освящения этого храма меня рукоположили в адиаконы. Адиаконы, это прошло ровно семь лет. И какое-то чудо еще в Сахаре произошло. Начала мироточить икону. Вот у нас трапеза была прямо в этом притворчике, тут притвора такого привозка не было. Только сели за трапезу, как пришли прихожане, сказали, что владыка там что-то с иконой вроде мироточит. Так вот такое возбуждение было в народе, ликование. Владыка подошел, признал, что это на самом деле мироточения, брал помазанг и помазал прямо здесь от иконы прихожан. Нынешний правящий архиерей митрополит Кирилл тоже не забывает этот замечательный приход. На день памяти преподобного Алексея Человека Божия владыка приехал совершить службу престольного праздника и благословить развивающуюся общину. На проповеди митрополит вспомнил о доброй традиции называть ближних такими словами, как «милый человек», «добрый человек» и о том, что каждый христианин должен стремиться быть еще и человеком Божиим. Алексей Человек Божий для нас именно тот светоч жизни церковной, христианской, который определяет нас на великое служение Творцу нашему и на то, что все-таки в жизни нашей должны быть Божьи люди.